Накануне Нового года знакомим наших читателей с книгой Ирины Калачёвой «Тайна алмазного кудесника». В ней можно узнать всё об алмазах, что такое алмазы, как их добывают и для чего они нужны, весь процесс рождения алмаза и его превращения в бриллиант. Но главной идеей сказочной истории остаются семейные ценности, которые дороже любых драгоценностей. Книга о том, как в жизни важна семья, дружба, забота о близких людях, сохранение традиций, знания, доброжелательность и смелость. Дополняет издание волшебные иллюстрации северодвинского художника Инги Пальцер. Главный герой этой истории второклассник Миша, чей папа в канун Нового года уезжает работать на карьер водителем самосвала, подготовив перед этим подарок для мамы на Новый год – кольцо с бриллиантом. Я люблю ожидания Нового года, даже, наверное, больше, чем сам Новый год. И не люблю, когда кого-то на Новый год нет. В прошлом году, например, бабушка попала в больницу с каким-то вирусом. В этом году с нами не будет папы. Стройка, на которую он работал, подошла к концу, дом сдали. Папе пришлось искать новое место работы. И вот на это самое новое место он и уехал в прошлый четверг, а вернется теперь только после Нового года. У водителя есть такая вредная привычка работать вахтами подолгу. После отъезда папы Миша стало любопытно, какой подарок он приготовил для мамы на Новый год. Мальчик открыл коробочку и увидел там кольцо с бриллиантом. Вдруг на грани драгоценного камня попал свет от северного сияния или полярной звезды, и произошло настоящее волшебство. Появился кудесник и стал лучшим другом мальчика. Я расшал кулак и поймал стеклышко белый луч звезды. Он тут же распался на блики, которые задрожали на ладони. И тут одно пятнышко света начало наполняться, увеличиваться, расти, набирать цвет и вес. Да, оно становилось тяжелее и больше, и крупнее, и вот уже превратилось в шарик. А потом у шарика появился круглый смешной нос, и два любопытных глаза, и два забавных оттопыренных уха, и рыжая челка, и зеленый камзол, и коричневые сапожки. И на моей ладони оказался самый настоящий кудесник, представился он, и поклонившись, пощелкал челкой ладонь. Кудесник алмазный, обыкновенный. А ведь в Архангельске есть свои кудесники. Бронзовые фигурки появились на набережной города в честь 85-летия Архангельской области, а также благодаря сотрудникам АО «Севералмаз». У каждого малыша-кудесника в руках свой символ, связанный с историей и традициями поморья. Один из них держит над головой щепную птицу счастья. Еще одна кудесница держит в руках каргопольскую глиняную игрушку – свистульку. А еще можно найти кудесник от Рискоеда. И, конечно же, есть кудесник, который держит в руках алмаз – символ добычи алмазов в Архангельской области. Эти симпатичные фигурки полюбились Архангелогородцам. Жители приносят для них угощения, вяжут симпатичные шапочки и шарфики. Кудесник рассказывает Мише, что такое алмазы и откуда они появились. Некоторые алмазы попали на нашу Землю с метеоритами, но большинство образуется уже здесь, на Земле. В жерле разбуженных вулканов на глубине более 200 км при температуре 1500 градусов. Есть такой химический элемент – углерод. Вот из него под давлением толщи Земли получается алмаз. Углерод повсюду нас окружает. И уголь, и сажа, и грифель – простого карандаша. Есть много в нефти и бензине, и даже в воздухе, которым мы дышим. Как же алмазы достаются такой глубины? Со временем они сами выталкиваются на поверхность, но на это нужно сотни тысяч лет. А еще помогают вулканы, которые образуются в трещинах в земной коре. Алмазы на Русском Севере находились всегда. Находили по одному, случайно. Это были единичные кристаллы алмазов, и до начала систематизации российских минералов большого значения таким находкам не придавали. Однако к середине XVIII века отношение к российским алмазам изменилось. На берегу реки Северная Двина рядом с орлицами нашли большой алмаз. После этого к месту находки был представлен караул, который охранял другие каменья. Еще одна большая находка приходится на 1936 год, когда на Онежском полуострове бурили скважину недалеко от села Ненокса с целью поисков соляных рассолов. На глубине 19 метров бур неожиданно вошел в толщу вулканических пород. А в 60-х годах обнаружено 7 локальных магнитных аномалий вблизи села Ненокса, где вскрыли алмазоносные трубки. Миша и волшебный кудесник путешествуют во времени и пространстве и оказываются там, где работает его папа, на месторождении алмазов имени Ломоносова. Задумка выпустить такую книгу принадлежит одному из крупнейших добывающих предприятий региона компании «Севералмаз». В 100 километров от Архангельска находится месторождение имени Ломоносова, которое является крупнейшим в Европе месторождением алмазов. Объемы добычи этого уникального природного минерала символом твердости, богатства и красоты постоянно нарастают. Архангельская земля, как и предвидел Ломоносов, начинает делиться своим удивительным природным потенциалом. И ценнейшим из добываемых на территории нашей области минералом, и, пожалуй, самым трудным по освоению, является алмаз. Именно Ломоносов первым из европейских ученых точно указал, где и как искать ценнейшие материалы, показав на север России. Добро пожаловать в Приморский район Архангельской области на месторождение имени Михаила Васильевича Ломоносова торжественно объявил кудесник, шаркнул ножкой и принялся отряхивать снег. «Ты здесь живешь?» – удивился я. Вокруг рассеивали тяноту огромные прожектора, стояли домики бытовки, выселись кубы и прямоугольники каких-то производственных зданий. «Да, здесь, в рабочем поселке, у меня своя собственная мастерская. Идем». И мы пошли. Мимо огромного цеха, в котором добытую из земли руду разбивают на камни. Об этом мне рассказал кудесник. Потом мимо огромных машин грохотов, которые отделяют мелкие камни для дальнейшей обработки, а крупные оставляют для новой разбивки. Я видел машину обогащения в тяжелых средах. В ней мелкие частицы руды подаются на специально созданный слой, сквозь который проваливаются тяжелые частички, а легкие остаются на поверхности. Именно легкие частички содержат алмазы, поэтому остается только яркими вспышками определить драгоценные камни и отделить их от простых. Кудесник показал Мише и рассказал, какие бывают алмазы. Кроме прозрачных, бывают цветными и зеленые, и красные, и фиолетовые. Считается, что самые дорогие – это полностью прозрачные камни или насыщенного яркого цвета. Такие найти очень сложно. Самые распространенные алмазы бывают легкого, желтоватого или коричневатого оттенка. Камни могут быть вытянутыми или сплющенными при огранке обработки алмаза, после которой его называют уже благородным словом бриллиант. Стараются форму подкорректировать. Так появились разные формы груша, овал, ромб, сердце и другие. У нас на севере природные камни, чаще всего правильной округлой формы, прозрачные и чистые. Специалисты, которые выходят в экспедиции и находят новые месторождения руды, содержащие алмазы, называются геологами. Именно они оценивают, сколько примерно в земле камней, каким способом их лучше добыть и с какими сложностями можно столкнуться. Затем в дело вступают буровики. Буровая установка передвигается на месторождение бульдозером, а иногда даже вертолетом. Из узких скважин с разных глубин буровики извлекают образцы пород, которые потом изучат в химических и минералогических лабораториях. После этого в дело вступают специалисты по горным работам. У нас на месторождении в Архангельской области они добывают руду открытым способом. Перед нами открылся самый большой котлован, который я только видел. Карьер был настолько огромный, что грузовым машинам приходится спускаться по его стенкам по спирали. На парковке стояли гигантские машины, самосвалы, каждое колесо которых выше человека. Экскаватор и величиноз двухэтажный дом на широких гусеницах. Миша был настолько ошеломлен увиденным, что вернувшись домой, принялся все рисовать. Вот только нарисовать сам алмаз у него никак не получалось, поэтому он попросил кудесника принести ему алмаз, чтобы срисовать его. И кудесник принес ему нечто невероятное. Бриллиант Кулинан – один из самых больших бриллиантов в мире, изготовлен из осколка самого крупного алмаза в истории, великой звезды Африки. Звезду подарили королю Эдуарду VI на его день рождения. Гранильщик несколько месяцев готовился к тому, чтобы сделать один, единственный верный удар по камню, который расколол бы его по естественным трещинам. Волнение было настолько сильным, что после удара гранильщик потерял сознание, но все получилось точно. Алмаз раскололся на две половины. Самая большая стала этим камнем. Сейчас Кулинан хранится в лондонском таоре. Я вытащил его из королевского скипетра. Ты его украл? Я в ужасе посмотрел на кудесника. Почему украл? Позаимствовал, срисовать. К тому же в Лондоне сейчас ночь. Все спят, и никому он там не нужен. А вот еще смотри, бриллиант орлов. Ходят слухи, что когда-то он служил глазом статуи, в индийском храме. Оттуда его выкрали, и в итоге камень был продан графу Орлову, который преподнес его императрице Екатерине II. Орлов, чистейший бриллиант белого цвета, синевато-зеленым оттенком, является большой редкостью, так как он сохранил свою исходную огранку индийской розы. Тоже из Лондона? Нет, он хранится у нас, в России, в алмазном фонде московского Кремля. А у нас на севере бывают такие крупные алмазы? Ну ты, дружище, как сквозь мешок глядишь. Самый крупный алмаз Европы найден, между прочим, вблизи Архангельска в 2017 году. Пока еще он просто не ограненный камень. Может, таким и останется для истории. А может быть, тоже станет красивым бриллиантом. В переводе с греческого алмаз означает «несокрушимый». Это камень, самый твердый на нашей планете, настолько твердый, что по нему определяют мягкость всех остальных. Можно покрыть алмазной пылью инструменты, и тогда они будут работать дольше и изнашиваться меньше. Алмаз выносит высокие температуры и нагрузки, поэтому его используют в космической промышленности. Он идеально прозрачен, поэтому используется в оптических приборах. Миша настолько понравился рассказ кудесника, что он решил собирать свои камни и создавать свою коллекцию. А когда оказалось, что заняться больше нечем, и впереди длинный и скучный день, в дверь позвонили. «Кто там?» – осторожно спросил я, пока мама накидывала халат. Дед Мороз раздался за дверью раскачистый папин бас. «Папка!» – заграл я и начал крутить замки, которые, как назло, сразу вдруг стало заедать. Да, это был отец, а с ним в дом вломились колючий запах далекого северного леса, холодная сумка с вещами, щекотная папина борода, огромные валенки и настоящее новогоднее настроение. А вечером папа вспомнил, что в кладовке должна быть еще одна коробка с гирляндами и шарами из его детства. И вдруг среди всей этой старины я заметил стеклянную фигурку на прищепке, которую закрепляют на елочной ветке. Стоял крошечный человечек в камзоле и в станишках с длинной челкой. Он так знакомо улыбался, что мое сердце ушло в пятки. «Папа, это кто?» «Понятия не имею. Вон того гнома помню и эту сову, а человечка нет». За окном медленно кружились белые и острые снежинки, а на елке искрились разноцветные фонарики. Папа улыбался в рыжую бороду и молчал. Мама рассказывала последние новости. А я все смотрел на кудесника, оседлавшего еловую ветку, и думал. Я думал, что вот тот крошечный осколочек в мамином колечке старше, чем вся моя страна. «Папа, ты знаешь, что перевозишь?» «Конечно, я водитель, вожу руду в карьере». «Нет, пап, ты перевозишь историю». Вот такая интересная и познавательная книга «Тайна алмазного кудесника». Никто из нас не знает, был ли кудесник на самом деле или нет, но всегда хочется верить в новогоднее чудо. Ведь под Новый год и не такое случается. Тем более, что у нас в Архангельске на набережной Северной Двины можно найти таких кудесников. А вот, например, в преддверии новогодних праздников найдена вот такая алмазная елочка на фото Николая Гернета. Мы вас поздравляем с наступающим Новым годом. Пусть все ваши мечты исполнятся. Мечтайте, ставьте себе цели и достигайте их. Всего хорошего! Мечтайте, ставьте себе цели и подписывайтесь на наш канал.